80 молодых кузнечан, которые имеют статус сирот, сегодня получили своё жильё. В Кузнецке сдан в эксплуатацию 80-квартирный дом, построенный специально для граждан, имеющих такой статус. И администрация города Кузнецка Сергея Николаевича Козина. Ключ в руках хозяев, ленточка перерезана. Это красивый финал кропотливой сложной работы, которая была выполнена в кратчайшие сроки. Хотел отдельно сказать слава и благодарность кузнецкой власти, что они отдать должное быстрее, чем другие. Откликнулись на эту программу, выделили земельный участок, решили вопрос с коммуникациями. И во время стройки поддерживали данный проект. Конечно, строителям за короткий промежуток времени дом построен с благоустройством. Я скажу, что в советское время так быстро не строили, поверьте. И проектной работы, и работа выполнена. Такого никогда не было. Я хочу сказать слава и благодарности и начальству, и, конечно, рабочим. Это прежде всего каменщикам, бетонщикам, штукатурам, малярам, сантехникам. Кто энергетикой занимался, проводил. Это здорово. За такой короткий промежуток времени мы построили с вами дом. Некоторые жильцы планируют вселиться незамедлительно. Условия здесь уже созданы. Осталось только перевести мебель. Маша Ивлева до конца обустроить интерьер еще не успела, но гостей уже принимала. За чашкой чая глава региона и представители местной власти вели разговор о том, как создать комфортные условия проживания молодежи в нашей области. И что для этого должна сделать власть. Мы должны готовить лидеров предприимчивых, творческих. И чтобы вот именно эти лидеры при поддержке областной власти, муниципальной власти, федеральной, через разные программы имели возможность создавать свое дело, начиная с ПТУ, техникума, института. И привлекая туда своих друзей, подруг, как говорится, коллег. Сегодня такое время, когда нужно быть активным и энергичным. А желание молодежи власть всегда готова поддержать. Решение было принято ради одного. Создать объемы для строителей. Строительная организация получает работу, зарабатывает. Соответственно, дети получают квартиры. Это как раз мотивация. Не только вот мы решили вопрос с очередью. Сняли детей с очереди. Самое главное, мы дали работу строителям. Создание мотивации – это главная задача современной власти. В нашем регионе условия для этого создаются. Чиновники различных уровней работают в тандеме. Власть должна вместе с этими молодыми людьми, объединившись, создавать те или иные проекты. И Кузнецк, Пенза, Россия в целом – это импортозависимая сегодня страна. В масштабах нашего города, региона, да и страны в целом, сегодняшнее событие важное и значимое. С появлением этого дома благополучие 80 сирот значительно улучшилось. Но это не единственное мероприятие, с которым связан визит губернатора. В Кузнецком районе в первый день зимы был заложен первый камень нового завода-гиганта по производству грибов-шампиньонов. Серьезные инвестиции, поддержка региональной власти, понимание и участие местной способствовали тому, что в скором времени мощное производство будет запущено. Субтитры создавал DimaTorzok